У меня в табеле одни пятерки, только по чистописанию четверкой из-за клякса. Я, правда, не знаю, что делать. У меня спираль соскакивает клякса. Я уже старалась макать черниво, только самый кончик пираль, но они все равно соскакивают. Просто униса какие-то. Один раз я целую страницу написал, чисто-чисто, любо-дорого смотреть, настоящая пятерочная страница. Утром он показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса. Откуда она там взяла? Вчера ее там не было. Может быть, она с какого-то страницы просочилась? Не знаю. А так у меня не пятерки. Так как пение тройка. Это было как получилось. У нас был урок пения. Мы все пели хором, бопали, при розмеке стояло. Выходило очень красиво. Но я все время мочился и кричал. Тяните глаз, мои друзья, тяните глаз. Мы старались ему глазами. Но Борисеевич ухлопнул в ладоши и сказал. Настоящий кошачий концерт. Давайте-ка знемся, друзья, с каждым привидуально. Это значит по отдельности. Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к рояле и что-то там такое-то прошептал Борису Сергеевичу. Когда Борис Сергеевич начал играть. А Мишка тихонечко запел. Кокня, тоненький ледок, выпал беленький смешок. Ну смешно же, пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик. Раз уж так поют, почти ничего не смешно. Я просто не выдержал и размеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядил на меня. Ну-ка, хохотун, уходи. Я быстро подбежал к рояле. Ну, что вы будете исполнять? Песню гражданской войны. Будет ли нас смелее в бой? Когда Борис Сергеевич начал играть. Но я его сразу установил. Играйте, пожалуйста, погромче, сказал я. Но тебя ж не было слышно. Я сказал, будет. Еще как. Глядал, Борис Сергеевич начал играть. А я набрал побольше воздуха. Да как, запою. Высоко в небе ясно. Вьет салостья. Мне очень нравится эта песня. Так я вижу синее и синее небо. Городка полна с тачат копытами. У них красивые беловые глаза. А в небе вьет салостья. Мы мчимся на конях туда, где виден враг. Враг и в битве упоительной. Я хорошо пел, наверное. Даже было слышно на другой улице. Лови, гаюсь, стремительно. Мы мчимся вперед. Ура! Красные всегда побеждают. Доступайте, враги. Даешь! Тут я нажал все кулаками на живот и вышел еще громче. Я чуть не ловну. Мы врезалися в Крым! Тут я остановился. Потому что я был весь спотный и у меня отражали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но как-то склонился к краям. И ему тоже тряслись в плечи. Ну как, сказал я, чудовищно, похвалил Борис Сергеевич. Хорошая песня, правда, сказал я. Хорошая, сказал Борис Сергеевич и закрыл подком глаза. Жаль, что вы так тихо играли, Борис Сергеевич, сказал я. Можно бы еще погромче? Ладно, я учту. А вот ты ничего не заметил, что я играю одно, а ты поешь немножечко другое? Нет, сказал я. Я этого и не заметил. Да это не важно. Ваше бы погромче играли. Ну что ж, раз ты ничего не заметил, поставьте покамись как тройку. За прилежание. Как? Тройку? Я даже обешал. Тройку это очень мало. Мишка и то, тихо пел и получил пятерку. Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще в рот не смогу. Вы не думайте. Это просто сегодня плохо позавтракал. А то я так могу спеть. Тут у всех уши подзаложить. Я знаю еще одну песню. Когда я дома пою, то все соседи прибегают и спрашивают. Что случилось? Это же какая? Спросил Борис Сергеевич. Жалостного. Сказал я и зовет. Я вас любил. Любовь еще быть может. Но быстрее спешил сказал. Ну хорошо, хорошо. Все это мы обсудим в следующий раз. И тут раздался звонок. Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались ходить, к нам подошел Борис Сергеевич и с улыбкой сказал. Борис Сергеевич может стать Лобачевским, может Менделеевым. Он может стать Сурниковым или Кольцовым. Но я не удивлюсь, если он добьется в стране славы, как известен товарищ Николай Мамай. Или какого-нибудь боксера. Но могу уверить, вот он твердо славы, Ивана Козловского, он не добьется никогда. Мама ужасно покраснела и сказала. Ну это мы еще увидим. Когда мы все домой, я все думал. Неужели Козловский поет громче меня? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ